И снова здравствуйте! С вами Ангелина Хитарянко. В прошлом выпуске мы прибыли в город Ясный. А теперь мы познакомимся с этим городом поближе и узнаем больше о его культурной жизни. Начинаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центр творческой жизни Ясного. Осенью прошлого года в Ясном открылась семейная театральная студия. Почему семейная? Потому что в основном там занимаются семьями. Кстати, каждый может попробовать себя не только в роли актера, но и как режиссер. Культурные события тоже проходят в Заре. Например, спектакли в рамках гастролей театральных труп. Еще в Ясном любят спорт. Главным спортивным событием прошлого года стало открытие хоккейной секции, тренерами которой стали воспитанники хоккейной школы «Металлург». Каждый месяц в городе проходят спортивные турниры, которые посещают большая часть горожан. Мастер-классы и фестивали, соревнования и эстафеты, шахматы, биатлон, волейбол и хоккей. В Ясном одинаково любят и зимние, и летние виды спорта. Каждый день на стадионе «Восток» занимается 500 человек, которые ведут активный образ жизни. За последние два года Ясный получил неофициальный статус город-фестивалей. Безусловно, самым ярким из них стал фестиваль граффити, который подарил городу замечательные яркие и красивые картины. В Ясном регулярно проходят масштабные мероприятия, которые местные жители посещают с большим удовольствием. Только прошлым летом здесь состоялся джип-триал, КВН и большой концерт на День строителей с артистом российской эстрады. И это лишь малая часть ярких событий Ясного. Во время нашего путешествия в Ясном состоялась встреча генерального директора Оренбургских минералов Андрея Альбертовича Гольма с активной молодежью города. Открытое общение и обсуждение не только помогло выявить многие вопросы и прийти к общему знаменателю, но и найти точки соприкосновения в общем деле, пути развития Ясного. Тебе ясно чем-то нравится? Есть ли то, что тебе прям вот уже запало в душу? Ну, могу сказать, что как раз-таки по поводу возможностей, которые здесь дает Комбинат, так и город. То есть молодежи здесь можно много видеть, здесь они все собрались сами. Здесь дается возможность как-то реализовать себя. Наверное, это основная. В маленьких городах, то есть мне могут дать шанс. То есть можно даже говорить про политику молодежи, Андрей Альбертович его не сказал. Здесь дается шанс для всех воспитанников ГТТ, лице. Многие переезжают в большие города, я не спорю, я сам, когда был молодой, переехал в большой город, потому что, ну, сами понимаете, молодой парнишка, там, вау-вау Москва, вау Питер. Но могу сказать, что по своему опыту даже, что большие города, как бы, они немножко рушат розовые очки, и не все так, как видят молодежи. Могу сказать по поводу стадиона того же. То есть, мы говорим про большие города, мы когда сюда приехали, мы удивились, насколько здесь реально крутой стадион. Там есть газон, есть площадка для тенниса, площадка для хоккей, баскетбольный. Все это оборудовано, и сам парадокс, туда можно прийти за 5 рублей. То есть прийти за 5 рублей. То есть спортом занимается город очень активно. В следующем выпуске мы продолжим наше увлекательное знакомство с городом Ясный и узнаем немного больше о его сердце, комбинате Оренбургские минералы. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова